Позволяет на более долгий срок сохранять качество освещения, причем с серьезной экономией. Учащийся Брестской средней школы номер 9 Артур Рудич демонстрирует, как из небольшого прибора можно получить серьезную промышленную разработку – катушку Тесла. Относительно простой механизм будет востребован среди людей, работающих под землей, либо на глубине. Первое применение – это, например, дайверы. Они спускаются под воду. Так как мой механизм катушки Теслы водонепроницаемый, дайверы будут спускаться под воду, и у них лампы ртутные будут освещать больше, чем обычные фонарики, с которыми они спускаются. Увлеченный физикой восьмиклассник – самый юный участник зональной выставки конкурса «100 идей для Беларуси». Всего на первом этапе свои проекты представили более 30 ребят. За каждой инициативой потраченные силы, время и главное – желание сделать жизнь еще лучше и комфортнее. Ребята – это учащиеся, студенческие работающие молодежь, которые презентуют здесь свои идеи и получают, я думаю, бесценный опыт, потому что они учатся защищать свои проекты. Проекты в сфере IT, развития и инноваций, инициативы по продвижению Бреста как бренда – краеведческие маршруты. Представленные на выставке идеи отличаются масштабом и направлениями. Оценивала презентацию и сами разработки компетентные жюри, в состав которого вошли представители вертикали власти, научного сообщества молодежных объединений. Город открыт, прежде всего, для нашей молодежи. И мне, например, из 22 проектов очень один проект нравится. Это туристический проект, который именно подготовка молодых гидов, который мы будем использовать в праздновании тысячелетия нашего города Бреста. Идею развивать движение гидов-волонтеров предложил Иван Варакулин. Молодой человек представляет Академию молодежных инициатив города. Проект направлен на развитие гражданской активности. Принять участие в его работе может любой желающий. Достаточно будет лишь предложить на официальном сайте инициативы маршрут и защитить его перед компетентным жюри. Будут расставляться специальные знаки, то есть что-то типа хэштегов или QR-кодов, по которым человек сможет попасть на сайт. И там он сможет сделать разные вещи, то есть на выбор перейти на карту и найти любой объект инфраструктуры. Либо из списка предложенных гидов выбрать себе гида, с которым он хотел бы пройтись по городу и которого ему было бы интересно слушать. Проект «Стоидель для Беларуси» реализуется в стране уже не один год. За это время в числе номинантов названия «Лучший» успело побывать большое количество инициатив. Один из примеров для Бреста – молодежный патриотический центр в крепости. В ближайшие дни подобные отборы пройдут в Барановичах и Пинске. Авторы лучших проектов встретятся на областном этапе, который пройдет уже в декабре.